МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда в начале прошлого века монах Иезаит Эммануил обнаружил на острове Мальта подземный туннель, он и не предполагал, к каким удивительным открытиям это приведет. Вход в подземелье был случайно найден строителями во время прокладки городских коммуникаций. В одиночку монах начал раскопки. Оказалось, что таинственный вход ведет в гигантскую трехуровневую систему комнат и тупиков ловушек. Это сооружение получило название гипогей, то есть подземное жилище. Считается, что это древнейший храм. Хотя о его истинном предназначении ученые спорят до сих пор. Сегодня на Мальте найдено уже 23 храма, а когда-то их здесь было еще больше. Кто и зачем построил все эти сооружения на Крохотном острове? Возможно, подсказка уже есть. Внутри самих храмов были обнаружены каменные фигурки полных женщин. Странное совпадение, но подобные статуэтки археологи нашли за тысячи километров от Мальты, на территории России. Почему между артефактами из российских костенок и мальтийскими фигурками так много общего? Может быть, они были созданы единой древней цивилизацией? Цивилизацией, в жизни которой Мальта играла особую роль. Но как она связана с Россией? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Константин Гаврилов исследовал стоянки древнего человека, обнаруженные в центральной части нашей страны. В том числе знаменитые костенки под Воронежем. Найденные там артефакты вызвали в научном мире немало споров и разногласий. Самые известные произведения искусства, связанные с костенками, конечно же, это изображение обнаженных женщин, так называемой Венеры и Палеолита. Их семантика до конца не расшифрована, но, разумеется, существует множество гипотез. Первые раскопки в костенках были проведены еще в 1879 году. А на сегодняшний день на территории площади всего 30 квадратных километров археологи нашли уже 60 древних стоянок поселений, в которых жили наши далекие пледки. Все эти стоянки, как говорят специалисты, относятся к разным историческим периодам. Это самый древний памятник Верхнего Палеолита, известный в настоящее время в Европе. Точно совершенно. Это не значит, что за пределами нашей страны нет более древних памятников, но сейчас мы можем говорить, что задокументировано древнейшее поселение Верхнепалеолитическое именно в костенках. Находки, которые были сделаны на территории костенок, произвели настоящую революцию в истории и археологии. Изысканные ювелирные украшения, налобные обручи, браслеты, подвески, миниатюрные нашивки для головных уборов и одежды. Зачем все это могло понадобиться полудиким племенам охотников в эпоху Верхнего Палеолита? А может мы недооцениваем уровень развития древнего общества? Безусловно, на территории России, тем более нынешней, или тем более Российской империи, которая занимала большую часть Евразии, конечно, были древнейшие цивилизации. До сих пор в учебниках истории наших далеких предков принято изображать, как полудиких существ с дубинками в руках, способных лишь охотиться на мамонтов. Однако многие ученые признают, что такие представления в корне ошибочны. Десятки тысяч лет назад в России жили люди, не уступавшие нам в интеллектуальном и духовном развитии. Это, в общем-то, люди такие же разумные, как и мы. Отличаются от нас, ну, внешне, возможно. Хотя, если неандертальца побрить и одеть в костюм, возможно, вы его и не узнаете в толпе городской. На протяжении многих десятилетий ученые полагали, что возраст самого древнего поселения в Костенках – 32 тысячи лет. Однако не так давно эту дату пришлось пересмотреть. В Воронежской области был обнаружен слой вулканического пепла. На место выехали почвоведы и палеозаологи. Откуда мог взяться этот пепел? Ведь извержений мощных вулканов на этой территории не происходило. Этот слой пепла по своему составу аналогичен пеплу, который происходит из Италии. Вот, есть там такие флегрейские поля. Вот извержение вулканов на этих полях привело, видимо, довольно мощное, привело к тому, что разнос этого пепла был вот такой большой по территории. И эти линзы пепла, они для археологов важны, как стратеграфический маркер, вот отделяющий от древней памятники, верхнеполитические от более поздних. Результаты палеомагнитного и радиоуглеродного анализа вулканического пепла из Костенок оказались сенсационными. Было доказано, что люди на территории России жили более 40 тысяч лет назад. Причем это по самым скромным подсчетам. Да, многие специалисты убеждены, что люди в районе нынешней Воронежской области появились еще на 6 тысяч лет раньше. Самым древним сейчас считается так называемый горизонт очагов стоянки-костенки-14. Вот, по радиозатопным датировкам горизонт очагов относится ко времени 44, примерно 46 тысяч лет назад. Но на этом научные потрясения не закончились. Под слоем древнего вулканического пепла нашли артефакты, которые поразили исследователей. На первый взгляд это были такие же орудия труда и украшения, сделанные из кости и камня, как и в более поздних поселениях. Однако резьба, которая была нанесена на эти предметы, была выполнена виртуозно. Оказалось, к примеру, что при создании украшений мастера использовали тонкое сверло, которое оставляло мельчайшие сквозные отверстия. Неужели никакой эволюции не было? И 46 тысяч лет назад территорию России населяли люди, владевшие более совершенными технологиями, чем их потомки. Давайте посмотрим правде в глаза. История, о которой у нас есть достоверное сведение, это только миг. Мы ничего не знаем о наших предшественниках, но уже ясно. Это не обезьяна стала человеком, а человек деградировал. Откуда на территории современной России в Воронежской области появились люди? И не дикие племена, а те, кто мог из доступных материалов создавать настоящие произведения искусства. Член русского географического общества Лидия Ефимова убеждена, что следы предков самой древней цивилизации Земли нужно искать на севере. Сама она совершила уже несколько научных экспедиций в самые труднодоступные уголки Кольского полуострова. Эти гигантские камни, поросшие мхом, были обнаружены во время недавней экспедиции Ефимовой. Поверхность мегалитов слишком ровная, словно кто-то специально ее обрабатывал. Могут ли эти глыбы быть остатками древних сооружений? Лидия Ефимова считает, что именно на севере впервые были применены те технологии, которые потом распространились по всему земному шару. Некоторые моменты, обнаруженные вот на этих блоках, например, не просверленные современным там сверлом, а именно вот как шлямбуром выбито. И рисунок вот этих отверстий, которые мы находим на Кольском полуострове, один к одному совпадает с теми отверстиями, которые есть на стенах храма, пирамид древнего Египта. Уже несколько лет Лидия Ефимова и ее коллеги изучают эту древнейшую обсерваторию, обнаруженную на побережье Баренцево море. Каждая каменная глыба здесь установлена на точно рассчитанном месте. Это визиры, по которым в древности вели наблюдение за Солнцем, Луной и другими небесными объектами. Солнце сейчас, вот рука моя как раз показывает, моя рука показывает на Солнце. Вот так идет эта линия и выходит на этот камень. Так что эти камни тоже не случайны. Неужели древнейшая обсерватория действует и сегодня? И отсюда можно вести наблюдение за небесными светильными. Но как удалось столь точно рассчитать местоположение каждого камня? Создать систему, которая безотказно работает уже несколько тысячелетий? Вокруг главного визира было выложено два кольца из камней разной величины. Все они дублируют местоположение небесных тел. За многие тысячелетия обсерватория была частично разрушена, но она не перестала функционировать. На обсерватории Вороны нам наконец-то удалось за более чем 10 лет наблюдений поймать Солнце в полночь летнего солнцестояния. В 1 час 56 минут. И увидеть, как идет тень от центрального визира этой обсерватории. И мы получили в прошлом году полное подтверждение еще в осеннее равноденствие восход и заход Солнца, то уж повезло было Солнце. Мы зафиксировали вот эти моменты, тоже отмеченные древними. Многочисленные постройки из гигантских каменных глыб, найденные рядом с обсерваторией, ученые долго принимали за подобие современных скульптур. Здесь нашли каменные фигуры, похожие на бегемота. Это гигантский топор, трон. Однако оказалось, что все они в древности также выполняли определенную функцию. Так каменный трон был частью пригоризонтной обсерватории. Значит, древняя обсерватория есть пригоризонтная. Там есть трон, прям такое кресло, очень удобное, в котором можно ложиться, и голова фиксируется. Ты смотришь на восток и наблюдаешь восход звезд пригоризонтных. И точки, где находятся звезды... На Кольском полуострове группа Ефимовой обнаружила еще одну удивительную находку. Гигантскую карту звездного неба. Она выложена на поверхности Земли камнями разной величины. Причем на карте были обозначены только так называемые циркумполярные созвездия. Те, которые раз в 26 тысяч лет становятся центром, вокруг которого вращаются все звезды. Откуда об этом было известно жителям Кольского полуострова? Мы сначала прошли, увидели голову дракона, хвост, как он разворачивается, все как полуфина. Потом мы прошли, нашли созвездие Лебедь, созвездие Лиры с Вегой громадной, созвездие Цефея. Потому что все эти созвездия выложены крупными камнями. И ни одного крупного камня лишнего на этой площадке нет. Для чего понадобилось вести столь пристальные наблюдения за передвижением небесных тел? Прилагать столько усилий для создания из каменных глыб визиров обсерваторий звездных карт? По одной из гипотез, цивилизация, оставившая свой след на севере России, прибыла на нашу планету из космоса. Технические возможности и знания пришельцев и их потомков позволили им создать столь грандиозные мегалитические объекты. Наша обязанность понимать, первое. Две вещи. Что во Вселенной, безграничная, однозначная масса цивилизаций. Сегодня уже есть, ну, по крайней мере, у тех, кто изучает космос профессионально, понятие экзопланета. Этих экзопланет уже открыто 600. Это я говорю только по прошлому году. А в ближайшем будущем их, так сказать, как бы проверяют, перепроверяют более двух тысяч. Это в наших, можно сказать, почти окрестностях. По этой версии, представители древнейшей цивилизации могли переселиться на Землю, после того, как их собственную планету постигла глобальная катастрофа. Постоянные астрономические наблюдения должны были помочь спрогнозировать повторение подобной катастрофы уже здесь, на Земле. И, похоже, наши далекие предки действительно своевременно зафиксировали изменение угла наклона земной оси. Они успели подготовиться к похолоданию, изменившему облик нашей планеты. Они владели знаменями астрономии, положением вещей. И у них были средства, они владели такими технологиями, что они могли создать вот эти подземные города и спастись там. Эти фотографии являются уникальными. Они сделаны Лидии Ефимовой внутри подземных тоннелей, которые были обнаружены ею на Окольском полуострове. До сих пор не ясно, когда были построены гигантские подземелья протяженностью в несколько километров. Кто и как их использовал. История исследования этих объектов окутана самыми волнующими шпионскими таймами. Следы древней цивилизации на Севере искали давно, и не только ученые. В начале 20 века в Третьем Рейхе работал мощнейший исследовательский центр, сотрудники которого вели настоящую охоту за древними артефактами. Особенно их интересовали приполярные регионы. За баснословную сумму, миллион марок, они даже купили у советского шпиона-разведчика Якова Блюмкина древние манускрипты, привезенные им из степя. Послали туда делегации, и вот Блюмкину выдали то, что не выдавали никому. Среди документов Блюмкина были схемы внутреннего устройства земли, а также карты неких подземелья, где, как верили немцы, до сих пор живет древняя цивилизация. У нее захватчики были намерены позаимствовать технологии и оружие. Священные тексты гласили, что входы в этот подземный мир находятся на полюсах планеты. Чтобы проверить это, Гитлер отправил в Антарктиду немалые силы. Получили информацию, что есть такой же вход во внутреннюю полость земли на северном, вблизи северного полюса. И вот немцы все же думали, что этими секретами обладаем именно мы. Возможно ли, что под землей действительно есть пригодные для обитания пустоты? Историки считают, что немцы добыли тому доказательства и вывезли с Кольского полуострова многочисленные артефакты. Неужели шумерский великан Гильгамеш, библейский Немрод и древнегреческий Антей в древности имели реальных прототипов? И люди действительно сталкивались с гигантами. Память о расе разумных исполинов сохранилась в легендах и мифах разных народов Земли. Могли ли несколько тысяч лет назад на этой планете жить великаны? Кем они были? Предками человека разумного или некой параллельной расы? Остров Сардиния. В 13 километрах от городка Сан-Лури расположено поселение, возраст которого насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то здесь жили нурагийцы, таинственный народ, о котором историкам практически ничего не известно. От древней исчезнувшей цивилизации остались лишь башни-нураги. Таких башен на острове найдено около 8 тысяч. Как в древности удавалось возводить эти гигантские каменные сооружения? И зачем их строили в таком количестве? Итальянский историк и спелеолог Марчелло Паластр к самой вершине каменного сооружения поднимается не в первый раз. Он один из тех ученых, которые еще не теряют надежды разгадать главную загадку сорта. Нураги возводили из огромных камней. Я всегда стараюсь передвигаться здесь как можно осторожнее, чтобы ничего не задеть. Этим сооружением тысячи лет. Что самое удивительное, здесь все построено без использования каких-либо строительных смесей или гвоздей. Многие из древних каменных башен Нураги были разрушены еще в 6 веке до нашей эры, когда Сардинию завоевал Карфаген. Но этот комплекс тогда уцелел. Кладка оказалась очень прочной. В чем ее секрет? Строители Нураги использовали разные по твердости и прочности породы. И каждый последующий ряд камней немного сдвигался к центру. Все Нураги, как и эта башня, имеют конусообразную форму. Внутри находились скрытые галереи и тайные хатыры. Некоторые ученые называют все эти башни Манхэттеном Средиземноморья. Это настоящие доисторические небоскребы, выстроенные из камней. Известно, что величием башен Нураги были поражены еще прибывшие на Сардинию финикийцы, а вслед за ними и риблями. Ученые датируют Нураги началом бронзового века. Когда-то на острове возвышалось около 30 тысяч таких сооружений. До наших дней сохранилась лишь малая часть. Но как люди, прежде не возводившие никаких построек, вдруг сумели создать столь сложные и совершенные сооружения? Нурагический ансамбль как правило состоит из центральной башни с так называемым ложным куполом. Этот купол напоминает купола на современных церквях. Но только создан он был лишь из камней, которые благодаря сверхточным расчетам поддерживают друг друга. Глыбы у основания купола весят до 8 тонн. Камни укладывали один на другой. Здесь нужен был высокий интеллект. Оказалось, что это лишь вершина айсберга. Раскопки показали, что вместе с древними башнями, как правило, строился еще и целый подземный город. Археолог Альфонсо Стиглиц сейчас ведет раскопки в одном из таких комплексов, расположенных в 100 километрах от Кальяре, столицы острова Савдимия. Под землей оказались колодцы с водой для повседневного использования. Есть и что-то вроде склада. Вообще, часто есть проходы, которые объединяют одну башню Нураги с другой. В Нураги, где я сейчас веду раскопки, старики рассказывают, что якобы был тоннель, который из Нураги доходил до центра поселка. Но мы его пока не нашли. Ученые не сомневаются, что Нураги построили не дикие племена, а весьма цивилизованное общество с развитым сельским хозяйством и производством. Стены некоторых зданий оказались украшены изображениями животных, например, быков, коз, свиней. А в самих поселениях были найдены злаковые и семена многих растений. Невозможно построить здание таких размеров, не обладая экономической мощью. Речь идет о развитом сельском хозяйстве. Мы знаем, что создатели нурагов выращивали много злаковых, пшеницу, овес, проса. Они занимались виноградарством, а значит, было и виноделие. А это уже специализированное производство. Выращивали инжир, при раскопках были найдены остатки инжира, который, вероятно, также использовался для производства вина. Но зачем понадобилось на таком плодородном солнечном острове возводить башни нураги? Историки выдвигают немало версий. Самое распространенное нураги были оборонительными сооружениями. Вокруг главной башни часто строили несколько малых, соединяли их стеной. Получался древнейший прообраз феодальной крепости. На карте Сардинии сохранилось несколько таких крупных комплексов. Самый известный Барумини. Вот только башен нураги на Сардинии в период расцвета этой загадочной цивилизации было построено десятки тысяч. Не слишком ли много укреплений для одного острова? Сторонникам версии о военном предназначении нураги пришлось признать поражение. И сегодня все чаще рассматривают другие гипотезы. Мы провели детальный анализ. По нашему мнению эти здания имели общественное значение. Они находились в центре населенного пункта и выполняли многочисленные функции. Внутри нураги возможно находился глава или целая группа лидеров. То есть здесь размещался политический центр. Также в нураге хранились определенные ценности. Священные ценности. Ведь в древности политика и религия были едины. Прочные каменные башни действительно вряд ли могли когда-либо пустовать. Возле нураги были найдены осколки керамической посуды, фигурки из меди и даже из серебра, созданные в разные исторические периоды. Но археологи вынуждены признать, что те люди, которые жили здесь в бронзовом веке, не обладали недостаточными знаниями, недостаточными техническими возможностями для строительства столь сложных конструкций. Да и зачем им было прилагать столько усилий? Возводить десятки тысяч каменных башен. По мнению историка Марчелла Паластрин, ученым стоит прислушаться к древним легендам. Возможно, те, кто строил нураги особых усилий и не прилагали. Это были гиганты, которые легко поднимали мегалиты на вершины холмов и устанавливали каменные блоки друг на друга. Более того, от цивилизации великанов сохранились не только величественные нураги, но и многочисленные захоронения. На Сардинии их так и называют могилы гигантов. Марчелло Паластрин следовал десятки таких захоронений. Это большая могила гигантов, которые, если верить легендам, сделаны людьми, обладающие необычной силой. Настоящие гиганты. Это доисторический памятник в виде стеллы. Представьте себе, он уходит на три метра под землю, а его общая высота гиганты. Эти захоронения называют могилами гигантов из-за размеров. Идея была такова. Большая могила для большого человека. Но то, что мы нашли во время раскопок, это обычные люди, обычных размеров. Но при этом сами могилы очень большие. из-за размеров. Редактор субтитров Был очень важный, уважаемый человек, падре-иезуит Антонио Брешани, который утверждал, что нашел внутри одной из могил гигантов остатки человека высотой минимум 3 метра. Так что не только легенды, но и исторические записки говорят о присутствии гигантов в этих могилах. По мнению отца Антонио Брешани, это было место, построено гигантами, а уже позже оно использовалось обычными людьми. Любопытная вещь, которую мы заметили. Количество могил гигантов и башен Нураги несопоставимо друг с другом. Могил намного меньше, чем поселений. Конечно, могилы могли разрушиться, но в любом случае их очень мало. По одной из гипотез, великаны жили на нашей планете параллельно с предками современных людей. Как гласят легенды, сами они не умирали, а погружались в ритуал сна. Их каменные могилы позволяли общаться с усопшими предками и даже перемещаться в иные миры. Это вход в могилу гигантов, внутри которой через эту нишу люди отправлялись в их путешествие в потусторонний мир. Могила представляет собой небольшое углубление или котлован, покрытый камнем. Продолжение следует... ...условия для гигантов. Тёплая погода, много растительности, а значит пищи. Но наступило глобальное похолодание. Гиганты и животные, и люди, просто не смогли выжить в холодном климате. Была и духовная деградация гигантов. Именно поэтому их кости, их останки предпочитают не выставлять в музеях. Да, я думаю, гиганты существовали. Они были такими большими, и даже намного больше. На Сардинии, почти во всех башнях Нураги, в специальных углублениях под стеной, археологи находят странный для Средиземноморского острова артефакт. Рога оленя. Неужели для тех, кто строил Нураги, именно олень был священным животным? А может, эти предметы сохранили те самые великаны? Российский писатель, обладатель целого ряда литературных премий Сергей Алексеев, своими глазами видел не только могилу великана, но и захороненные в ней останки. Правда, случилось это за тысячи километров от Сардинии, в Сибири, недалеко от деревни Олейка. Там, где прошло его детство. Семилетним мальчишкой он вместе с друзьями прибежал на кладбище, где мужчины выкапывали могилу для умершего односельчанина. То, что случилось дальше, просто ошеломило Сергея. На поверхность извлекли останки настоящего великана. Один из могильщиков был дядя Илья Христолюбов. Такой здоровый мужик, метр, наверное, под два ростом. Длинный такой, худой. И вот он вытащил эту кость. И говорит, о, опять наткнулись. То есть, там натыкались часто на эти кости. Значит, опять наткнулись. И смерил. Вот мое детское сознание отметило вот что. Он стоял, он был высокий человек. И она была, эта кость, берцовая кость, была ему по пояс. Чьи останки находили жители Томской области? Неужели в Сибири когда-то обитали гиганты? У Сергея Алексеева и его земляков в этом нет никаких сомнений. Он отлично помнит, как в загадочном захоронении, кроме берцовой кости, был найден и огромный череп. Череп, он был без нижней челюсти, насколько я помню. Размером был где-то в диаметре, наверное, сантиметров 50, может быть, побольше, может, 60. Был черный совершенно. Я помню, что у него песком были забиты глазницы, значит, и пазухи носа, и глазницы были забиты. И череп был целый, и зубы были верхние. Поскольку нижней челюсти не было, только верхние зубы, и верхние зубы были размером где-то сантиметров по 5. Огромный череп поставили на пень в сосновом бару близ кладбища. Подходить к нему мальчишки побаивались. Разглядывали удивительную находку издалека. А взрослые из случившегося не делали события. Останки гигантов в этих краях находили и раньше. Вызывать специалистов из областного центра уж тем более из столицы никто не стал. В послевоенные 50-е годы было не до научных сенсаций. А спустя несколько дней череп великана попросту развалился на части. Я спрашивал потом уже, будучи взрослым, вот череп стоял, куда он делся? Говорят, а он развалился. То есть в земле он был целый, а когда его, видимо, вытащили на воздух, на свет, он, скорее всего, он как-то очень быстро сопрел и развалился. Но там около этого пня лежали еще долго, лежали эти кости, которые, значит, их выложили. А потом, видимо, куда-то эти кости закопали. Сказали, что это все-таки же человеческие кости, надо зарыть. Но когда именно в Сибири жили те самые великаны? В Томской области до сих пор рассказывают удивительные истории о том, как люди встречали гигантов еще в середине прошлого лета. Великанов прозвали лесными дядями. Их рост достигал 5 метров, но никакого вреда людям они не причиняли. Напротив, сами старались держаться подальше от населенных пунктов. Уходили в голубь сибирской тайги. Может, лесные дяди – последние представители некогда могущественной и высокоразвитой цивилизации гигантов? Условия жизни на планете Земля изменились, и великаны уступили свое место современному человеку. Вот эти великаны, вот эти лесные дяди были обречены на вымирание. На вымирание медленное. Это не так, что сразу взяли все, как динозавры, и умерли в одночасье. Скорее всего, эти процессы длились очень долго. И где-то, где позволяла газовая атмосфера, они сохранялись дольше. Это, например, вот почему в лесах их видят. Почему это лесной дядя? Да потому что, наверное, они там еще могли жить. Кто господствовал на нашей планете до появления человека разумного? Может, когда-то на Земле обитали совсем другие существа? Ученые доказали, что малейшие изменения таких показателей, как скорость вращения планеты вокруг своей оси, сила гравитации и атмосферное давление, приводят к необратимым изменениям в анатомии живых существ. Ни для кого не секрет, что когда-то Земля была планетой гигантов. Так может, рядом с динозаврами жили и разумные великаны? Вот в Самарканде есть саркофаг размерами 19 метров в длину, рентгеновским аппаратом переносным. Его просветили. Там лежит скелет человека, 19 метров ростом. У человека есть название. Что мы знаем о тех, кто жил на планете Земля до появления здесь нашего вида? Какими способностями обладали наши предшественники, а может, и далекие предки? Те, кто также считали себя единовластными хозяевами этой планеты, а свою цивилизацию вечной. В Северной Америке, на засушливых землях Нью-Мексико и Аризоны, проживают обособленные племена индейцев, порядка 40-50 тысяч человек. Они верят, что их праотцы, анасази, умели летать. Что это? Красивые сказания древности? Или эти легенды помогут понять, какими возможностями обладали представители исчезнувших цивилизаций? Анасази проживали на юго-западе Северной Америки, примерно с 5 по 13 века нашей эры. Однако их история начинается за много тысячелетий до нашей эры. Стив Лексон – профессор антропологии из Университета Колорадо. Многие из этих экспонатов музея естественной истории были найдены им во время раскопок в индейских поселениях потомков древних анасазий. Но свое самое большое открытие Лексон совершил в 1996 году. Во время экспедиции в штат Нью-Мексико ученый обнаружил еще не исследованные древнейшие сооружения, возведенные анасазией. Это были не просто керамические изделия, горшки или наконечники стрел. Мы обнаружили целые здания, удивительные архитектурные постройки. Земли анасазии простирались на 900 километров с запада на восток и на 400 километров с севера на юг. Это сопоставимо с площадью современной Германии. На этой гигантской территории анасазии строили здания, которые археологи называют «большими домами». Это многоэтажные сооружения, напоминающие современные многоквартирные дома. В них было до 650 комнат. Крупнейшие из таких построек находятся в районе каньона Чако и плато Месавенде. Но что самое удивительное, войти в эти помещения можно только сверху, через крышу. На крыше дома было сделано отверстие. Подняться можно было только с помощью приставной лестницы. Это была защитная мера. Можно было, оставаясь на первом этаже дома, среди каменных стен, ощущать себя в безопасности. Подобная структура домов носила и символический характер. Она использовалась во время церемонии. Когда разводили костер, дым выходил через крышу. Это достаточно тонкий момент, сравнимый с жизненным циклом. Человек тем самым входил и выходил сквозь дым. Индейские шаманы рассказывают, что вместе с дымом во время такой церемонии наверх поднимались и сами анасази. Во время ритуалов они превращались в птиц и совершали полеты по всей территории своей огромной империи. Как такое возможно? Согласно одной из гипотез, в путешествии отправлялись не сами анасази, а лишь их сознание. Они могли передвигаться на огромные расстояния силой мысли. Там не нужны были никакие колесницы. Конечно, сегодня нам трудно представить, как управлять своим сознанием на расстоянии, перемещаться в пространстве благодаря силе мысли. Однако современная наука уже нашла объяснение чудесным полетам анасази. Возможно, все дело в том, что несколько тысяч лет назад разум человека обладал совсем другими возможностями. То, что мы называли эволюцией, ну, если так, да вскидку, это скорее была деградация. И тот же наш третий глаз, да, эпифис, из равноценного, достаточно большого отдела головного мозга, то есть были полушария, да, и вот то, что мы сегодня называем эпифизом. И они занимали равные объемы на уровне коры головного мозга. Сейчас от эпифиза осталась, ну, практически спичечная головка. И свойства, которыми владели наши предки, современный человек, безусловно, утратил. Не так давно новое открытие археологи сделали, взглянув на империю анасази именно с высоты птичьего полета. Оказалось, что каньон Чако, где находилась одна из столиц анасази, расположен в самом центре сложной сети дорог. Часть из них представляет собой настоящие мостовые, вымощенные камнем. Часть проложена с помощью глиняных кирпичей. Вот только многие из этих дорог ведут в никуда. Они подобны лучам, которые лишь указывают направление. Дорогами мы называем сооружения, которые тянутся на расстояние в несколько десятков километров. И Чако был точкой схождения всех этих дорог. У людей не было никакого транспорта. При этом есть, к примеру, дорога шириной в 10 метров. Дороги часто направляли к горам, к возвышению. Они упирались в них, как в тупик. Для чего понадобилось прилагать столько усилий и строить дороги, по которым никто не ездит? Современные ученые не находят в этих сооружениях никакого смысла. Есть весьма спорная версия, что дороги индейцы прокладывали для того, чтобы во время священных обрядов по ним проходили религиозные шествия. Крупные дороги шли часто параллельно. Мы полагаем, это делалось на случай какой-либо религиозной священной процессии. Иногда требовалось и четыре дороги для четырех параллельных шествий. Сегодня мы относимся к дорогам с точки зрения транспорта. Это один из самых быстрых путей добраться куда-либо. Однако для анасази дороги, очевидно, носили и другой, символический смысл. А может, индейские шаманы сохранили достоверные сведения? И анасази действительно использовали дороги как ориентиры во время своих полетов? Эта гипотеза многим исследователям перестала казаться столь фантастической, после того, как стало ясно, что анасази отлично разбирались в астрономии. Они вели наблюдение за звездами. А все сооружения в каньоне Чако ориентировали по положению Солнца в дни равноденствий и солнцестояний. Особое внимание уделялось северу, который называли небесным глазом, центром неба, так как это точка, вокруг которой вращалось все остальное. Каньон Чако, ставший столицей к 11-12 веку, был также и столицей изучения астрономии. С севера на юг город был симметрично разделен на две части. Как полушария. Само расположение домов по направлению к Солнцу или Луне указывало на роль звездного неба в жизни людей. Откуда у древних индейцев появились знания по астрономии? И как они их использовали? Зачем тысячи лет назад людям могла понадобиться карта звездного неба? В отсутствие не только возможности выхода в ближний космос, но даже телескопов, нашим далеким предкам было известно о характеристиках планет Солнечной системы и многих созвездий. В разных уголках нашей планеты разные культуры сохранили великие знания о далеких созвездиях, об Орионе, Плеядах, Сириусе, созвездии Лебедя и некоторых других. Так, африканское племя догонов испокон веков владели знаниями об астрономических характеристиках планет, которые нам вообще были неизвестны до последнего времени. Архитектор Михаил Ефименко уверен, что знания об устройстве космоса людям передали пришельцы. Представители высокоразвитой цивилизации в древности побывали на разных континентах Земли, в том числе и в Евразии, на Дальнем Востоке. Михаил Ефименко даже считает, что нашел место, где находилась база инопланетян. В Приморье всегда называли эту вершину шаман-горой и наделяли ее магической силой. Однако на карте этот объект обозначен как Гора Педант. Такое название ей дал в 1858 году Александр Шрэмк, российский ученый и путешественник, который и нанес гору на составленную им карту местности. Почему Педант? Потому что Педант, греческое слово, означает учитель. Так вот, наш народ, который жил на Амуре и в древне, которых мы называем аборигенами, встречались вот с этой цивилизацией, которая их учила. А она учила их по знаниям, то, что касается знания о космонавтике, о космосе, знания о врачевании и знания других вещей, которые, в общем-то, до нас дошли у этих малых народов. На склоне горы Шаманы сегодня возвышаются вертикальные каменные глыбы. По мнению исследователя, это не природное образование, а рукотворный объект. Причем он создан из бетона, который по прочности превосходит современный аналог. Но бетон этот не нашего состава, поскольку я как и строитель, и как проектировщик, сталкивался и с изготовлением всех конструкций, и проектированием их, я могу ответить точно, это не наша цивилизация создала эти необыкновенные сооружения, которые выглядят, ну, как бы как крепость с одной стороны, а с другой стороны, это как неизвестное устройство. Неужели задолго до зарождения современной цивилизации на Земле кто-то уже умел так строить? Использовать технологии, способные расплавлять базальт, меняя кристаллическую структуру горной породы? Может, действительно, загадочные крепости, храмы и пирамиды возвела единая, давно исчезнувшая цивилизация? Они размягчали скалу, а потом ее просто резали, вот так вот. Этот же способ есть в Египте. Там до сих пор в Ассуане существуют карьеры, в которых показаны гигантские монолиты, примерно весом 1100 тонн, которые еще не отделились. Они просто вырезали каналы и подрезали снизу. И вот эти следы как будто бы ложкой вырабатывали. Вот эта технология нам неизвестна, и мы до сих пор ее никак не можем освоить. Это нам недостижимо. Что за цивилизация оставила свой след в Хабаровском крае? Кто посещал территорию современной России тысячи, а может и десятки тысяч лет назад? Интересные сведения оставил русский исследователь Петр Шимкевич. В июне 1892 года он был назначен на должность чиновника особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе и стал часто бывать в этих краях. Однако главным занятием Шимкевича стали научные этнографические исследования. Он знакомился с бытом местных народов, собирал сведения о шаманизме и древние легенды унанайцев, уменков и якутов. Шимкевич записал услышанную им легенду. В ней говорилось, как однажды местные жители проснулись от яркого света. В небе светили три солнца. Жар от них был такой, что плавились камни. Вода в реке закипала. Через некоторое время три солнца превратились в три луны. Что за явление наблюдали люди? Есть версия, что это были летательные космические аппараты. Вот сюда они прилетали. Вот почему? Потому что у нас у малых народов есть такое понятие. Летающая птица или ракета, она называется Куори, железная птица. Ну не знали наши народы железных изделий или железных птиц. А у нас в Толарях это есть у малых народов. Она называется Куори. Так вот шаман летал на этой железной птице. Он прилетал вот сюда. Для общения. Краевед из находки, заслуженный путешественник России Станислав Кабелев, обнаружил доказательства этой гипотезы в другой части Дальнего Востока. В 2004 году он заставил весь мир по-новому взглянуть на гигантские каменные извояния, которые находятся на юге Приморского края, на берегу реки Кривая. Теперь это место называют Парком Драконов. Вот территория Парка Драконов. Вот здесь находится. Это японская магия. Ученые из разных уголков Земли сегодня прилетают в Приморье, чтобы попытаться понять, кто и зачем создал многочисленные загадочные объекты, так похожие на скульптуры. Скептики заявляют, что эти фигуры лишь результат выветривания. Однако те, кому доводилось внимательно исследовать территорию Парка Драконов, с этой точкой зрения, как правило, не согласны. Там есть удивительные вещи, которые можно расценивать по-разному. Есть образование на скалах, которое, может быть, геологи бы назвали выветриванием. Но уж очень они непонятные. Там есть выветривание в форме стопы с рост человека. Мог ли ветер создать вот такую каменную голову дракона? Причем глаз дракона вылеплен очень детально. Есть зрачок, веки, ресницы. И это далеко не единственное доказательство того, что в далекой древности на Дальнем Востоке побывали разумные существа, видимо, обладавшие огромными техническими возможностями. Там есть отдельные участки, где видно, что вот эти выходы скал на поверхность горы, они многослойные, по типу кирпичей громадных. Есть места разрушенных кладок, то есть прямые углы, а это уже кладка. То есть так гора не крошится никакая. И есть места, где вот эта кладка выглядит в виде именно стен. Но это уже в глубину ущелья, если идти туда, ближе к куполу. Исследователям уже удалось обнаружить восемь больших фигур драконов и десятки маленьких. Что это, плод воображения древних мастеров или портретное изображение существ, которых когда-то можно было встретить на Дальнем Востоке? Драконы были без всякого сомнения живыми существами. Это доказано и объясняется. Почему? Потому что вот здесь вот, возле находки, находится памятник, где рядом стоит человек, и находится дракон. Они в обнимку. На Востоке к драконам по сей день относятся с особым почтением. А в древности китайские правители именовали себя не иначе, как сынами драконов. Случайный ли это? Священный царь-дракон Лу-Ван в Поднебесной всегда являлся символом императорской власти. У нас на планете когда-то, ну действительно, была дружественная цивилизация драконов. Китайские легенды рассказывают о странствующих драконах, которые когда-то обитали на нашей планете. Они легко поднимались в небо и опускались в море. В Поднебесной сохранились храмы, посвященные этим существам. Почему на Востоке люди считали драконов своими защитниками и покровителями? Если прочесть легенды, сказки дальневосточных народов, а также ближайших Кореи, Японии, Китая, то везде драконы живые существа. Это первое. Второе. Везде есть огненный змей, то есть летающий зверь. Это второе. Третье. Вся мифология Китая, Кореи и малых народов переполнена драконами, летающими драконами. И сегодня вы знаете, что драконы, святые животные для Кореи, для Японии и для Китая. Но драконы везде разные. Есть трехпалые, есть четырехпалые, есть пятипалые. Чем меньше пальцев, тем умнее дракон. Поднебесно различают девять видов драконов по главе с Луваном. Причем одно из этих священных существ, желтый дракон, является покровителем письменности и литературы. Неужели драконы были разумными существами? Станислав Кабелев в этом не сомневается. Согласно его гипотезе, именно драконы создали Приморский парк гигантских скульптур. Более того, эти существа оставили на скалах рисунки и точечные символы, очень похожие на письменность. Добъемная письменность, которую мы не знаем, но они повторяются, повторяются, повторяются. Есть рисунки, которые спорить невозможно. Везде на основных рисунках находится как бы изображение зародыша человека. И зародыша акулы, и зародыша чего-то, но зародыш. И рядом находятся типа звездочки, типа пять выемок, которые повторяются повсюду. Когда мы собрали огромное число этих рисунков, то мы увидели, что это рисунки искусственные. Может, не случайно жители Китая, Кореи, Японии, Вьетнама и целого ряда других стран называли драконов своими учителями? Неужели когда-то предки восточных народов действительно контактировали с этими разумными существами? Если верить древним преданиям, под властью могущественных драконов находилась огромная территория нашей планеты, включая Приморский край. Вполне возможно, что драконы знали, или они обладали этими свойствами, до которых нам идти, идти и идти. Поэтому вполне возможно, что они, прилетев сюда, на протяжении какого-то периода времени, учили аборигенов, то есть нас, или, будем так сказать, первобытного человека, своим наукам. Отсюда и пошли мифы о богах, о высших силах и прочем, прочем, прочем. Но откуда драконы появились на Дальнем Востоке? Это была параллельная цивилизация, которая достигла высокого развития здесь, на Земле, или пришельцы с других планет? И зачем им понадобилось создавать в Приморье гигантский парк каменных извояний? Версий несколько. Ну, основная версия – доказать другим экспедициям пришельцев, что мы здесь были, мы это место. Почему цивилизацию разумных драконов так заинтересовал Дальний Восток? Зачем им понадобилось с помощью гигантских каменных скульптур подтверждать, что Приморье – это их территория? Доктор географических наук Юрий Наумов несколько раз побывал в парке драконов. По его мнению, авторы этих фигур прилетали в Приморье с конкретной задачей. Им были нужны полезные ископаемые. Возможно, эта высокоразвитая цивилизация нуждалась в редкоземельных элементах, без которых не создать высокопрочные сплавы, подобные тем, которые применяются в космической и военной промышленности. Здесь очень широкий спектр полезных ископаемых. Если вас интересует редкоземельное, то у нас в Михайловском районе есть Павловский угольный разрез. Так вот, угольком нас не удивишь, как вы знаете, да? А вот то, что там в этом угле содержится редкоземельный такой элемент, как Германия, и самые крупные месторождения во всем мире, именно у нас в Приморье, именно в Павловском угольном разрезе, я думаю, это уникальный случай. Эта гипотеза могла бы показаться слишком смелой. Однако мало кто знает, что на территории Дальнего Востока были обнаружены гигантские открытые месторождения, которые кто-то разрабатывал задолго до появления в этих краях советских геологов. Но кто мог это делать? Кому могли понадобиться руда, металлы, в том числе золото, в промышленных масштабах? Установлено это было еще известным геологом Аниртом. Есть у него книга замечательная «Богатство Дальнего Востока», написанная еще в 1928 году. И он там говорил, что русские, придя сюда, на Дальний Восток, увидели предпосылки к рассыпным рудным месторождениям золота. Но когда стали промывать вот эти реки, натыкались на древние рудья промывки. В Южной Африке народ Зулусы, испокон веков самую высокую горную цепь страны именуют «Драконовы горы». По легенде, это вовсе не горы, а копья драконов. Искусственно созданный гигантский барьер. Неужели цивилизация драконов могла побывать и на этом континенте? Совпадение или нет? Но именно в Африке тоже были найдены древние рудники, выработка которых велась десятки тысяч лет назад. В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана-235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. Обнаружилось, что урановое месторождение Вокла, в Габоне, имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана, позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее, 1 миллиард 750 миллионов лет назад, здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками, с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Могли ли представители древних цивилизаций посещать нашу планету тысячи, миллионы, а может и миллиарды лет назад? Кто и каким образом менял форму гигантских каменных глыб и даже целых горных вершин? В Приморье скалы обрабатывали на высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря. Что же представляет собой материал, который в древности кто-то так виртуозно преобразовывал? Это гранитоиды. Почему я говорю не граниты, а гранитоиды? Потому что эти интрузивные массивы имеют сложное петрохимическое образование. Там граниты, собственно, могут переходить в граносианиты, в гранодиориты и даже в диориты. По одной из версий из местной горной породы в древности на Дальнем Востоке производили высокопрочный материал геополимерный бетон. Он застывал в течение 15-20 минут. Этой технологией владели не только обитатели Приморья. Многие гигантские сооружения на планете построены из такого же материала. Вопросы достаточно сложные в чем? Они все сделаны из геополимерного бетона. Когда мы взяли образцы нашего из города Дракона, образцы с пирамидой Хеопса и образцы из Мачу-Пикчу, то мы увидели, что они все одной и той же структуры. Но куда исчезла эта высокоразвитая цивилизация? Почему о ней осталось так мало сведений? Ответить на эти вопросы академическая наука пока не в силах. Есть лишь гипотезы. Одна из самых распространенных. Развитие древних цивилизаций не раз останавливали глобальные катастрофы. В результате одной из таких космических катастроф огромное космическое тело упало на нашу планету. Это активизировало вулканы Земли и даже привело к смещению континентов. В сторону Атлантического или Тихого океанов была уничтожена цивилизация, о которой до наших дней сохранились лишь легенды. Однако именно благодаря последней глобальной катастрофе на Земле появился современный человек. Новые условия обитания оказались благоприятны для жизни нашего вида. Но по мнению многих ученых, время расцвета нашей цивилизации уже истекло. И совсем скоро появится новый вид. Вот у нас в прошлом году было зафиксировано явление замечательное. Земля почему-то начала медленнее лететь по орбите. То есть так она двигалась со скоростью там 26 км в секунду с копейками, а сейчас только 20-20. За последние 15 лет Земля тормозила. Почему? Ответа нет. Метеорологи фиксируют аномально высокие температуры на севере планеты. Мощные наводнения и цунами повторяются из года в год. Очевидно, что во всех уголках земного шара стремительно меняются климатические условия. Как все это отразится на человеке? Ученые убеждены, людей, как и все живые организмы, планета кардинально изменит уже в ближайшие десятилетия. И этот необратимый процесс уже запущен. Причем на клеточном уровне. 11 августа 1999 года ну как бы впервые вот явный такой сдвиг земной оси зафиксировали. Это документально было. Что произошло одновременно практически. Изменился спин вращения атома водорода с левого вращающего на правого вращающего. И это тоже было своевременно зафиксировано и физиками, и астрофизиками. К чему приведут такие изменения? Этого пока никто не знает. Но уже сегодня медикам приходится пересматривать стандартные нормы таких показателей, как, к примеру, артериальное давление или частота сердцебиения. Наш организм пытается подстроиться под изменившиеся условия жизни на этой планете. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...